всем доброе утро и рад приветствовать вас на канале капитан герман и иногда мы вам показываем бытовуху то есть то как мы живем какой-то выделяем один день и рассказываем показываем о том что происходит в нашей жизни так вот у нас один день вместе с нами на атолле факара напоминаю что мы сейчас стоим в южном тихом океане это атоллы туамоту архипелаг находится между маркезами и society island это таити бора-бора и прочее между этими двумя группами островов есть большая территория атоллов по размеру наверное с европу и атоллы занимают огромную огромную территорию так вот один из них называется атолл факара в длину 30 миль в ширину 6 миль то есть большая-большая акватория ну собственно то что мы здесь делаем давайте я вам покажу нас . было сегодня просто жесть у нас дует 30 узлов ветра как вы понимаете когда так дует сильно любой капитан будет спать очень плохо потому что все время проверяешь не снесло тебя ничего ли не произошло ну короче вот спать получилось сегодня ну вот слова фигово фигово вот я наставил точки вы видите вот здесь участок стабилизируется gps и вот эта точка где мы стояли то есть у меня есть несколько видов n-каролярма первое это когда ну я вообще не ставлю то есть когда погода нормальная второй когда она такая модель окей то есть не нужно его трекать постоянно это вот я ставлю точку ну и там могу там два раза за ночь проверить не сползаем ли мы и третье это ну полноценный n-каролярм когда он там выезжает за радиус и пищит так вот сейчас такой ну просто контролирую где мы находимся 220 на лодке постоянно это конечно всегда очень круто у нас зернового кофе уже нет остался только молотый и зерновой здесь купить нельзя я люблю больше когда сюда насыпаешь нажимаешь кнопочку молишь но к сожалению у нас вариантов таких нету поэтому хорошо хоть есть такой окрузняк приехал но дует весьма прилично причем не просто дует а еще и холодно потому что я думаю сейчас градуса 24 пойду теплее одеваться потому что так сидеть будет очень некомфортно ну в общем сильно сильно лучше теплее но через думаю часик солнце выйдет станет греть больше будет ну сильно лучше интернетики сидишь ну у нас закончилось молоко поэтому нам придется ехать сейчас за молоком еще когда здесь восточный ветер есть небольшая рассинхронизация между волнами и ветром то есть обычно если волны разгоняет они разгоняются вместе с ветром но здесь за счет того что там мысль они как бы обходят немного сбоку и получается так что у нас появляется небольшая поперечная качка она терпимая но все равно это не супер комфортно тунец что это овощи жареные с яйцами и салат ну и смотрите какое великолепие вот такой у нас завтрак получился острое динам ну что лодка теперь сгорит сейчас у нас дина села в тузик и погнала на пляж про то чем она занимается она расскажет сама а я сейчас на хозяйстве тут занимаюсь вот делаю ролик про расход энергии готовлюсь пишу себе небольшие конспектики и хотел стирку включить потому что нужно там кое-что постирать у нас машинка включаем на режим тут то юно у нас просто машинка итальянская купленная в италии поэтому все подписи на итальянском языке ну все и запускаемся и через час в принципе будет уже белье которое можно вывешивать тут тяжеленное одеяло которое у нас перехода была залито соленой водой потому что накрыла такие тяжелые штуки мы сушим не отжимаем поэтому его ели вытащил он килограмм 15 сейчас я его повешу и пускай она себе сохнет все повесил теперь она будет сохнуть кстати я думаю часа два высохнет потому что во первых ветер во вторых солнце иночка поехали разведаем все что здесь у нас вокруг мы будем не дали нет поехали ты плывешь я еду короче мы едем разведывать снорклить что у нас здесь рядом есть люди говорят что здесь хороший спот для снорклинга для дайвингом что здесь и глубина есть ну в общем надо проверить я видела тут black тип шарков короче это черные игры в общем прикольно если мы что-то увидим естественно мы вам покажем так все погнали и не и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, приехали мы с дайвинга Ай, прямо еще все в воде Диночка, как тебе? Я в восторге, там столько рыб разных Я уже так отвыкла от такого разнообразия Просто вау, очень понравилось Ну и ракушечки, конечно же, есть Но рыбы вообще И фотоаппарат новый, кажется, справился с поставленной задачей Я довольна Два дня назад я поставил этого тунца Это наш еще старый замороженный тунец Я сделал из него маринад И сейчас он становится на палубу И будет вялиться А потом я его повешу красивенько, чтобы он вообще высохлез Короче, я вышел сейчас на пляжик полетать на дроне Потому что иногда очень хочется Причем на дроне маленьком, аналоговом У меня есть большой дрон на цифре Там где хорошее качество Можно красиво далеко летать Но иногда хочется просто выйти И такой в радиусе 300 метров Позажигать, там по кустам полетать И вот для этих целей Вот это вот устройство Великолепно подходит Короче, сейчас буду летать Для тех, кто в дроновой теме Я летаю У меня большие дроны на Crossfire А те, которые маленькие Такие легенькие Они на ExpressLRS Это модуль, который вставляется в пульт И прикол в том, что просто модули меньше Антенны меньше И сама система легче Этот пульт дает радиус действия Наверное, где-то, не знаю 20 километров, 30 километров Но мне столько не надо Мне надо 300 метров По оборудованию у меня Мои очки Это ичийные V200 Старые, не очень дорогие очки Аналоговые Но на них прикольно летать Просто на маленьких дронах Хотя качество, конечно, говно Сейчас я полечу, я вам покажу немножечко Но, тем не менее, удовольствие от этого можно получить Здесь у меня стоят неплохие антенны Две пагода антенны Два патча В общем, на этом можно далеко летать Но прикол аналога в том, что очень маленькая задержка И по сравнению с цифрой Есть свои приколы Но на цифре маленькие дроны еще не придумали Поэтому суперлегкие дроны Все равно все аналоговые Ну вот, собственно, так я и иногда выхожу вечерочком полетать Навык плюс просто по приколу Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так вот тут это все и летается А вот Диночка, которая занимается сбором ракушек Ну что, как твой улов сегодня? Хорошо Прикольно Мне такая целая впервые Я довольна? То есть это тебе нравится этот пляж? Да, это мой любимый пляж Из всех пляжей Ну потому что тут никого нету Потому что он бесконечный Потому что тут много разных новых видов для меня ракушек Когда-нибудь, я думаю, что тут поплавать Путастся, когда ветер и волны лягутся Мне интересно посмотреть на этот вид Потому что в первые дни, когда мы сюда прилетели, приехали Была инвеска, но не было вот этих волн Снаружи ты имеешь в виду, что не было? То есть просто взять маску, трубку и понырять с той стороны Да Прикольная идея Все, давай, занимайся Ты своим А я своим Субтитры сделал DimaTorzok Ну и кто же летает без пива? Don't drink and fly Ну, всем так не надо делать А мне можно Я же капитан Ну все, три батареечки я отлетал Каждая батарейка где-то минут на 5-7 хватает Это достаточно экономичный дрон Обычно в FPV где-то 3-5 минут это норма Но за счет того, что постоянно Рулишь постоянно в динамике За те же 5 минут можно нормально так устать У меня двухъячеечные два целого батареечки Их хватает ненадолго Ну, это просто маленький такой дрон Ну, посмотрите, какой он малыш Он у меня называется пиздюк Поэтому долго он летать не может Отлетал три, у меня 5 батареек отлетал Максимум 5, все Достаточно Ну и как бы навык не теряешь И просто прикольно Вы видели, как это прикольная штука Когда ты управляешь такой вот маленькой-маленькой херотенью Я за все это время даже не могу Одну банку пива допить Но зато я уже сейчас полетал Поэтому буду ждать, пока Дина закончит свои дела А сам посмотрите Вот у меня такой вот великолепный вид И можно вот в таких красивых местах Летать по дрончике Да, нормальная тема А теперь для примера Я вам показываю разницу с большого дрона Это 5-дюймовый назгул LifeLight И здесь вы видите, конечно, совершенно другое качество Ну и дрон, собственно, весит достаточно много И на него можно повесить полноценную GoPro камеру И летать он будет чуть-чуть дольше, чем мелкий Потому что батареи большие И, в принципе, в режиме такого крузинга Когда идут плавные съемки Нету большого потребления и нагрузки на батарею И он может летать там даже, наверное, минут 8 А если поставить литий-ионную батарею То, наверное, там минут 15 Если не больше, можно на нем спокойно пролетать Сейчас вы видите запись с очков То есть это DVR, которая пишет Full HD То есть это даже не 4К, который пишет, собственно, сам модуль А то, что вы реально видите в очках Со всеми данными Там с GPS, со скоростью Со всем То, что, собственно, вижу я в очках Теперь можно посмотреть, как получаются съемки Уже непосредственно с GoPro То есть мы просто в разных локациях полетали Я вам сейчас это все выкладываю Для того, чтобы вы видели Что можно делать на нормальном FPV-дроне На цифровом FPV-дроне То есть очень качественная съемка И самое главное, что вы видите точно то же, что есть на экране Можно спросить, зачем летать на маленьких дронах Я вам отвечу Маленькие дроны, у них свой прикол То есть они маленькие Можно летать через там маленькие кусты Да, качество там, конечно, плохое Но зато они мелкие Вот эти все большие цифровые системы Которые ставятся на большие дроны Да, они качественные Но если вы хотите такую мелкую зажигалку Которая, может быть, не будет летать с такой скоростью Как этот большой дрон Но зато может летать там внутри помещений То есть внутри квартиры Внутри, не знаю, там, бэкьярда В вашем доме То, конечно же, это только аналог Потому что на маленьких дронах цифровые системы Только начали ставить Но все равно это такие не маленькие А маленькие плюс А на больших дронах, которые могут дать реально хорошую картинку Вот такую, как вы сейчас видите Это только большие системы Которые, ну и дроны, соответственно Которые могут возить на себе достаточно большой вес Радиус действия цифры Где-то они анонсируют 10 километров Но реально там несколько километров я летаю Если по прямой видимости Наверное больше Но обычно всегда есть там какие-то пальмы Кусты, которые делают очень большую помеху И изображение начинает сыпаться И если в случае аналогового дрона У вас изображение просто становится такое более мутное То цифра просто пропадает Вообще удивительная история Взрослый дядька, какие-то дрончики Ну это так прикольно Это такая тема Короче, если кто-то думает заняться каким хобби Это оно Чтобы во взрослом возрасте Какой-то херней мелкой летать там У нас сегодня великолепный вечер Вообще абсолютная тишина Вот сейчас немножечко солнце садится Стало уже попрохладнее И на закате Уже можно налить себе рома с кока-колой И посидеть, посмотреть, как солнце садится В общем, где-то минут через сорок Уже плюх Это наши 7 ремор Я их иногда подкармливаю Они любят печеньки Любят макарошки Любят мясное Овощи не любят Но каждый раз, когда выбрасываю Всякий такой мусор Съедобный Они подплывают, проверяют В расстройствах уплывают Поэтому я иногда их специально прикармливаю Чтобы мне было так грустно Кормить нужно аккуратно Потому что они могут укусить за палец Ну, не сильно Но у них такая челюсть Так устроена Что нижняя челюсть Находит на верхнюю И они такие делают Хлоп-хлоп-хлоп Пока едят Ну и макарошки Это, конечно, тоже их любимое блюдо Они всегда готовы полакомиться И эти 7 штук живут у нас Под лодкой постоянно Смотрите Это рыба А у тебя что? У меня салатик А у меня все проще У меня рыба будет И Вечернее пиво И самое прикольное Это мой кокос? Где твой кокос? О, у Дины сегодня кокос Мы еще притащили с пляжа Кокос Открывается он очень просто Видите, эти две дырки Шуруповертом Бум Две дырки Сверлом И все Тут у меня на столе Мой сегодняшний улов Две сессии Это Все вот здесь Здесь Ракушки Вот с того самого пляжа Где Сереженька летает дроном А здесь Я сортирую Лучшие экземпляры Ракушек семейства Каури Самые глянцевые И undamaged Как это по-русски сказать? Целые Целые Не шероховатые Не затертые Самые крутые Они обязательно пойдут в картины Такие как вон там В этой картине только ракушки С Индийского и Атлантического океана А теперь добавляется тихий Тихий в этом смысле Самый Эльдорадо Ни с чем не сравнить Здесь их очень много И огромное видовое разнообразие Пока я только сортирую И упаковываю Вот в такие боксы Здесь у меня Мои самые любимые Микрошелсы Не знаю Передают ли вечерние цвета Но тут цвета просто Как неоновые Это все пойдет в картины И в недолгом будущем Я вернусь к созданию картин И надеюсь где-то в следующем году У меня будет выставка Обо всем процессе И о своих любимых ракушечках Мы расскажем в одном из следующих выпусках Подробнее Потому что Что касается меня Это занимает сейчас Большую часть моего времени И сил И энергии Вот Ну вот такой вечерний досуг Ну что народ Наш выпуск подошел к концу Собственно вот так Прошел наш сегодняшний день Достаточно насыщенно Некоторые дни проходят Менее насыщенно Некоторые дни проходят Более рутинно Здесь мы все-таки Сейчас на отдыхе После длительного перехода Поэтому позволяем себе Некоторые вольности Подписываемся на канал Лайк Колокольчик Ну собственно И все Скоро будет Следующий выпуск До встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok